Средством к прекращению местнических споров, кроме развода или отставки, было объявление службы без мест или невместную, то есть не имеющую влияния на будущие случаи. Наказаниями за несправедливые челобития были выдача головою, выговор, присланный с царским гонцом, причем последний брал прогоны свиноватого, битье батагами предразрядною избою, заключение в тюрьму на известный срок, доправление бесчестия деньгами. В летописи находим следующее известие о распоряжениях Иоанна относительно службы воинской. Приговорил царь и великий князь с братьями и боярами о кормлениях и о службе всем людям, как им впредь служить. По сие время бояре, князья и дети боярские сидели по кормлениям, по городам и по властям для расправы людям и всякого устроения землям, себе же для покоя и прокормления. На которых городах и властях были наместники и властели, тем городам и властям они расправу и устрой делали и от всякого лихо обращали их на благое, а сами были довольны своими оброками и пошлинами указанными, что им государь уложил. И вошло вслух благочестивому государю-царю, что многие города и власти пусты учинили наместники и властели, презрев страх Божий и государские уставы, и много злокозненных дел учинили. Не были пастыри и учители, но сделались гонителями, разорителями. Также этих городов и властей мужики много коварства соделали, и убийства их людям, и как съедут наместники и властели с кормлений, и мужики многими исками отыскивают, и много в том кровопролития и осквернения душам сделалось, и многие наместники и властели из старого своего имения лишились. И повелел государь в городах и властях определить старост, сотских, пятидесятских и десятских, и старшим грозным запрещением заповедь положить, чтобы им судить разбой, воровство и всякие дела. Отнюдь бы никакая вражда не именовалась. Также ни мзда, ни лживое послушество, а кого между собою найдут лихого, таких велел казням предавать. На города и власти велел положить оброки, по их промыслам и землям, и те оброки сбирать к царским казнам своим диакам. Бояр же, вельмож и всех воинов устроил кормлением и праведными уроками то, чего стоит, а городовых в четвертый год, иных же в третий год денежным жалованием. Потом государь рассмотрел, что некоторые вельможи и всякие воины многими землями завладели, а службою оскудели, не против государева жалования и в отчин служба их. И государь сделал им уравнение землемерием. Дано каждому, чего достоин, а лишнее разделено неимущим. С водчин и поместьей установлено служить службу. Со ста четвертей доброй и угожей земли человек на коне и в доспехе полном, а в дальний поход при двух конях. Кто послужит по земле, тех государь жалует своим жалованием, кормлением и на уложенных людей дает денежное жалование. А кто землю держит, но служба с нее не служит, на тех на самих брать деньги за людей. А кто дает на службу людей лишних перед землею, тем от государя большое жалование самим, а людям перед уложенными полтретья давать деньгами. Все государь устроил, как бы служба государская была безо лжи и без греха, и подлинные тому разряды у государских чиноначальников, у приказных людей. В 1550 году государь переговорил с боярами. Раздать поместье в Московском уезде до в половине Дмитрова, в Рузе, Звенигороде, в Числяках, Ордынцах, в Перевесных деревнях и Тетеревичах, и в Оброчных деревнях, от Москвы верст за 60 и за 70. Детям боярским, лучшим слугам, одну тысячу человек, а которым боярам и окольничим быть готовыми на посылки, а поместья и вочина в Московском уезде у них нет, таким боярам и окольничим дать поместье в Московском уезде по 200 четвертей. Детям боярским в первой статье дать поместье по 200 же четвертей, в другой статье детям боярским дать по 150 четвертей, в третьей статье по 100 четвертей. Сено давать им по стольку же копион, на сколько кому дано четвертной пашни, кроме крестьянского сена, а крестьянам давать сено на выть по 30 копион. Который с той тысячи вымрет, а сын его к службе не пригодится, то на его место прибрать другого, а за которыми боярами и детьми боярскими вочины в Московском уезде или в другом городе близко от Москвы верст за 50 или за 60, тем поместье не давать. Между лицами, назначенными к наделению, упоминаются Псковские помещики городовые, Псковские помещики дворовые, Торопецкие помещики дворовые, Лучане, Дворяне, Луцкие помещики городовые. Служивые люди отставлялись от службы за старостью и за болезнями. На их место назначались на службу их сыновья и внуки. Если эти сыновья или внуки были еще малолетны, то давалась им отсрочка на известное число лет, как поспеет. Раненые освобождались от службы до излечения. Освобожденным от службы давалась отставленная грамота. Когда у служилого человека поспевали сыновья на службу, то есть когда достигали 15 лет, то они или припускались к отцу в поместье, или жаловались поместьем в отвод от отца. Когда служилый человек вследствие умножения семейства бил челом, что ему с прежнего поместья служить нельзя, то показания челобитной по царскому указу поверялись явчим списком, писцовыми отдельными и приправочными книгами и всякими посыльными грамотами. Название отдельных книг объясняется словами царского указа о прибавке помещику Собурову двух обж прежнему поместью. Как Никитке к старому его поместью к десяти обжам две обжи отделят, и вы бы те две обжи и старое его поместье велели за ним написать в отдельные книги. Указы о прибавке или разделе поместья обыкновенно оканчивались словами, что распоряжение это должно иметь силу до поместного верстания. По смерти служилого человека поместье его или разделялось всем сыновьям поровну, или некоторым из них давалось новое поместье. Вдове и дочерям выделялась также часть поместья на прожиток. Как скоро дочери или выходили замуж, или достигали пятнадцатилетнего возраста, или умирали, то их участки отписывались на государя и по распоряжению последнего могли отдаваться братьям. Вдовы пользовались своим участком до смерти, посряжение или выхода замуж. Помещики могли полюбовно меняться своими участками под условием, чтобы эта мена была равна, чтобы обжи, пашня, пашня, землею и всякими угодьями и доходом были равны и не пусты, а государевой службе и податям при этой имении убытка не было бы. В Новгородской области сохранялось еще различие между земцами и выводными из низовых областей служилыми людьми. Так двое служилых людей били челом, что дьяки и государевы сначала отделили было им в придачу из земецких поместий девять обж, но потом эти земецкие поместия у них были взяты и отданы назад земцам. Если помещик был челом, что его поместье запустело и служить ему не с чего, то обыскивалось окольными жителями на все стороны версты по три, четыре, пяти, шести и больше, игуменами, попами и диаконами по священству, а детьми боярскими и крестьянами по крестному целованию, от чего поместье запустело? От голоду, лихого поветрия, тягла или от самого помещика или от иных от кого? И если в обыску скажут, что поместье запустело от помещика, от его небрежения, то челобитчик оставался при старом поместье. Если скажут, что поместье запустело не от помещика, то оно отбиралось на царя, отдавалось в оброк или на льготу на известное число лет, а челобитчику давалось другое поместье. Иногда же помещик просил не о перемене поместья, но о льготе от податей. вследствие того, что крестьяне вымерли от мора, а остальные разошлись от меженины, то есть голода. В 1548 году путный ключник Дуров просил льготы не только для поместья, но и для вочин своих, потому что одно сельцо сгорело, а другие деревни запустили от царских податей, от проезжих и ратных людей. Царь дал льготы на четыре года, которые люди и крестьяне вочины поместья Дурова не платили дани, ямских и туковых денег, не давали посошных, не строили города, не давали наместнику, властелю и тюну, форма, проведчиково и доводчиково побора, ни подымного. Коня царского не кормили, сено не косили, прудов не прудили, городу камня, извести и колья не возили, на яму с подводами не стояли, ямского двора не делали. При даче поместья наблюдалось, что обжи выделялись сряду, а не в розни и не через землю. Поместья отписывались за неявку на службу, неявившиеся назывались нетями, нетчиками. Списки, куда записывались их имена, назывались нетными списками. А палос нетчиков складывалось, им опять сдавались поместья старые или новые, по случаю разных торжеств, церковных и царских, например, по случаю принесения чудотворного образа, по случаю рождения царевича. Сбор детей боярских на службу производился таким образом. Назначенные из Москвы чиновники ехали в известную область. Здесь у дьяков брали губных старост, городовых приказчиков и рассыльщиков, сколько пригожи, и отправлялись за своим делом, имея в руках список всем детям боярским. Которых из них встречали на дороге, тех отдавали на крепкие пороки с записями. Собравши детей боярских по списку, всех сполна, за пороками ехали с ними на государеву службу. Остальных детей боярских, укрывающихся, сыскивая, били кнутом и высылали на службу. А которые продолжали скрываться, у тех забирали детей и людей. Да где про них скажут, туда посылали. И сыскав, били кнутом, давали на пороку, а за пороками высылали на государеву службу. А идучи дорогою, берегли накрепко, чтоб дети боярские на дороге не отставали и насильство грабежу дорогою никому не делали, кормов людских и конских силою не отнимали. Кроме поместий, служилым людям давались осадные дворы белые в городах, на которые семейства их перебирались в случае опасности от неприятеля. Кроме дворян и детей боярских, в описываемое время видим стрельцов. Они находятся под ведением голов своих и называются «приборы такого-то головы». Под головами находились пятидесятники и десятники. Точно так же и городовые казаки различались по прибору или сбору голов своих и вместе со стрельцами находились в ведении стрелецкого приказа. Из служителей при наряде артиллерии упоминаются пушкари, находившиеся также в ведении голов своих. В 1555 году царь писал к новгородским диакам. Как к вам пушкари приедут, то вы немедленно велите новгородским кузнецам сделать 600 ядер железных по кружалам, какие посланы с пушкарями. И велите кузнецам ядра делать круглые и гладкие, и как им укажут пушкари. Дайте пушкарям 10 холстов, 300 листов бумаги доброй, большой, толстой, 22 пятка льну мягкого малого, 8 ужищ льняных, по 20 сожен ужища, 8 коробок на ядра и на мешки, 8 вожжей лычных, 20 гривенок и свинцу, 8 овчин. За пушкарями смотреть накрепко, чтобы они у кузнецов посулов и поминок не брали. Когда наряд отправлялся в поход, при нем были плотники и кузнецы с плотничью и с кузнечную снастью. В городах у наряду, пушек и пищалей находились пищальники неотступно день и ночь, городовые воротники, сторожа, кузнецы, плотники. Со всех с них бралась присяга, и давались они на поруки, что им из города никуда не отъезжать. Знаем, что пушкарей и пищальников прибирали в случае надобности в городах, иногда даже из старых и отставных. Наконец, в составе русского войска упоминаются иноземные отряды, литовские. Относительно продовольствия войска видим, что посылались хлебные запасы в занятые ливонские города. Доставлять эти запасы было обязательностью, посошных людей. Иногда хлебные запасы доставлялись в города по подряду. Так в 1582 году какой-то Тереха Ситников нанялся доставить из Нижнего в Астрахань хлебный запас 2500 четвертей муки и толокна. Подрядчику, то есть запасчику, дана была грамота, по которой его пропускали везде без пошлина и без задержек. Если кто-нибудь на запасчика или на его людей попросит пристава, или казаки его, не желая идти у него на судах, встанут на нем или на его людях чего искать или чем его клепать, то бояре-воеводы и диаки не должны давать на него и на его людей приставы и суда. А кому будет до него или до его людей какое дело, то их судят в Москве бояре. Также бояре-воеводы и диаки не могли брать казаков Терехиных в стрельцы и казаки. Видим, что служилым татарам и казакам давалось на конский корм по две деньги на лошадь в день. При выступлении в поход татарского царевича Кайбулы к шведским границам велено было готовить по всей дороге людские конские кормы. На всяком стану давали на 80 человек яловицу, полосмин и круп, полбезмена соли или на 10 человек по барану, круп и соли на деньгу. Ожи с яловиц и овчин из баранов отдавались назад тем людям, у которых они взяты. Конского корма на 10 лошадей давали по четвертке овса да по острамку сена. Должно это припасти, сказано в указе, чтобы ратным людям без корму не быть, а крестьянству по дороге, насилии и грабежа кормового не было. Царь не прощал воеводам, которые позволяли своим ратным людям буйствовать в русской земле. Так при описании похода царя Шик-Алея и князя Михайла Глинского на литовцев читаем. Тот князь Михайла с людьми своими, едучи дорогою, сильно грабил своих. И на рубеже люди его деревни Псковской земли грабили, скот секли, дворы жгли христианские. Царь на него за это прогневался и велел обыскать, кого грабили дорогой и на нем. Иным доправили те грабежи. Городовые казаки и стрельцы получали жалования в год по полтине денег, кроме хлебного. Пищальники, воротники, сторожа, кузнецы и плотники получали по рублю в год денег, по два пуда соли, по двенадцати коробей ржи и по стольку же овса. Городовые казаки получали и земли. Так в 1571 году бояре приговорили относительно путивльских и рыльских казаков, что если они захотят, то набрать одну тысячу человек казаков конных или сколько пригоже, посмотря по землям, сколько где будет земель. Служить им посылки польские степные и сторожи земли без денег. Если который послужит, тогда государь велит его пожаловать.